Итак, следующий вопрос. Если оплакивание является богослужением, то почему шииты не оплакивают главного человека в исламе, а именно пророка, а оплакивают Хусейна? Этот вопрос довольно-таки часто встречается от очень недалеких людей, людей, которые мало знакомы, к сожалению, с исламом, имеют очень далекое представление об исламе, и они задаются таким вопросом, говорят, что если оплакивание, если траур по мученикам является богослужением, является важным поклонением Аллаху, то почему вы оплакиваете внука пророка, имама Хусейна, а не оплакиваете самого пророка, самого посланника Аллаха, который занимает более высокое положение в исламе, чем его внук? Почему вы не оплакиваете самого важного человека, самую важную в исламе личность, а именно пророка? Во-первых, начнем с того, что мы оплакиваем всех мучеников, мы оплакиваем и в том числе, конечно же, посланника Аллаха, но здесь есть один очень и очень важный момент, который заключается в том, что для всего этого семейства, для семейства посланника Аллаха, апогеем испытаний, апогеем страданий, апогеем бедствий, с которыми они столкнулись, именно были бедствия событий Кирбилы, где его светлость, имам Хусейн, алей-иссалат-васалам, был безжалостно обезглавлен вместе со своими детьми, вместе со своими племянниками, вместе с семейством посланника Аллаха, саллаллаху алей-иссалат-васалам, и вместе со своими верными сподвижниками, и после того, как враги, ах далль-бейд, враги семейства посланника Аллаха, саллаллаху алей-иссалат, обезглавили потомков пророка, они взяли в плен женщин и детей, которые остались в ж하fle. И обращались с ними не менее жестче, не менее жестоко, чем с теми, кого они убили. Они перевезли этих пленных из Кирбилы в Куфу и из Куфы в Дамаск. И на протяжении всего этого пути они везли их как подарок, как поднесение к Язиду и Бенуаве. Сыну Муавии. Вот мы взяли в плен, в рабство взяли потомков пророка, которые убивали твоих предков. Пророка, который убивал твоих предков. Вот, мести, вот тебе подарок, вот тебе подношение. Везли их туда в качестве подарка Язиду. Потомство посланника Аллаха везли. И на протяжении всего этого пути подвергали их пыткам, подвергали их мучениям. Семейство посланника Аллаха на протяжении этого пути немало натерпелось от своих врагов. И все эти события в совокупности являются апогеем, вершиной бедствий и страданий семейства посланника Аллаха. И, конечно же, оплакивание этих событий, оплакивание всего того, что произошло. Оплакивание его святого имама Хусейна, алейхи ва салам, оплакивание потомков посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва салам. Является оплакиванием самого посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва салам. Что еще, как еще можно оплакивать, каким еще лучшим, еще более достойным образом можно оплакивать посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва салам, чем оплакивать то, что он оставил после себя. Ибо в достовернейших преданиях, которые достигают степени Таватур, которые единогласно принимаются всеми мусульманами, посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салам, до того, как покинут этот мир, сказал, Я оставляю среди вас, я уже оставил среди вас две драгоценности, книгу Аллаха и мое семейство. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салам, говорит, я оставляю после себя мое семейство, мое потомство, мой ахлал-бейт. А мусульмане берут и этот ахлал-бейт и закалывают. Каким еще лучшим, более достойным образом мы можем оплакивать посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салам, чем оплакивать именно эти события, именно этот исторический факт. Как еще можно еще лучше оплакивать посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салам. Поэтому, конечно же, оплакивая его внука, оплакивая Ахлальбейт, тут драгоценность, которую оставил после тебя посланник Аллаха, мы оплакиваем самого посланника Аллаха, мы оплакиваем на самом деле ислам и ценности ислама. и сочувствуем этим ценностям, сочувствуем посланнику Аллаха, сочувствуем исламским ценностям. И это самое, что на есть оплакивание, сочувствие и сопереживание его светлости посланнику Аллаха, и как же вы не можете это понять? Почему так сложно это понять? Поэтому вершиной страданий самого посланника Аллаха, и это дошло до нас в самых достоверных преданиях, в самых достоверных хадисах, в том числе и в тех хадисах, и в тех преданиях, которые дошли до нас в суннитских источниках. И в этих источниках, и в этих хадисах, и в этих преданиях говорится о том, что вершиной и апогеем страданий его связывать с посланником Аллаха, было именно то событие, которое случилось с его семейством после него. Ибо Джабраил пришел к нему с этой вести и сообщил ему об этой вести, и посланник Аллаха не просто заплакал, а он до конца своей жизни оплакивал имама Хусейна, и хранил горстку земли, которую принес ему Джабраил из Кирбилы, и потом эту горстку земли передал Умму Саляма, которая хранила эту землю вплоть до событий Кирбилы. Поэтому апогеем и вершиной страданий его святлость посланника Аллаха, и его семейство, его дочери, и его святлость Алибином Виталия, и вершиной их страданий были события, которые, их страдания, их бедствия были события, которые случились в Кирбиле с семейством посланника Аллаха, с его светлостью имамом Хусейном, когда сами мусульмане, последователи пророка, последователи ислама, сами мусульмане закололи своими собственными руками одну из тех драгоценностей, которые оставил после себя его святлость посланник Аллаха. Где? Укажите на еще больший повод оплакивать самого посланника Аллаха, Еще более великий, более достойный повод оплакивать посланник Аллаха.